Вот, друзья, коллеги, все, кто присутствует и по видео, и потом по видео посмотрят, мы, естественно, записываем. Хочу быть максимально полезным, поэтому я большую презентацию подготовил, естественно. Начну издалека, там вот сказали, вызовы реалия действия, реалии действия, да, как я вижу сейчас вот этот процесс, если я разбить, Георгий говорил, то наша сфера немножко, буквально вот минуту про нас, да, я представитель, ну, представитель, работаю в агентстве недвижимости, сам его создал, да, с полной нуля, руковожу компанией 22 года. Значит, за 22 года мы, первый офис у нас открылся в Тюмени, где я сейчас до сих пор не нахожусь, вот, и за 22 года мы работаем на сегодня в 7 странах, у нас 202 города, продаем мы недвижимость примерно на 0,6 триллионов рублей в год, вот, то есть достаточно такая, ну, большая, сильная система. Являемся седьмой компанией в мире по объему сделок, вообще среди всех агентств недвижимости, вот. Все, с первого дня руковожу, в целом считаю, что, знаете, все пути прошел от того, что, как мы рекламу я носил там в почтовый ящик объявлений, да, до, там, сегодняшней ситуации вижу всю эту трансформацию, мне 41 год, вот, то есть я уже, к сожалению, не молод, да, мне уже пятый десяток. И, наверное, поэтому, ну, все относительно, я согласен, кто-то улыбнулся просто, вот, значит, ну, тем не менее. Поэтому сегодня моя задача вам рассказать, как у нас все это происходило, как я вижу на сегодня, какие вызовы. Давайте начнем. Ну, первое, во-первых, в любой сфере, на мой взгляд, роль онлайна в России, в России, буду говорить о России сегодня, недооценена. Мы сами это проходили, немножко про нас, да, то есть в итоге у нас на сегодня штат IT-специалистов и кто, программистов, 300 человек, 300 человек, вот, которые занимаются... Я извиняюсь, я как модератор, у тебя прекрасная презентация, мы пока ее не видим. Да, еще рано, то есть нужна, прелюдия всегда нужна вначале, что сразу же к основной теме, что называется, вот, значит, все же должно быть постепенно. Вот, поэтому, и вот, к этому, я, знаете, хотел немножко вначале со сторителлинга начать, да, я до сих пор помню, как мы думали брать, не брать первого программиста. То есть мы думали, может быть, на аутсорсе, зачем нам свой программист, мы в этом не разбираемся, да, то есть там эта куча там энергии надо будет тратить. Вот, ну, как-то решили, нет, возьмем. Слушайте, взяли, не пожалели, потом постепенно, второго мы взяли, по-моему, через год, четвертого взяли через три года. Все, и на сегодня 300, это прошло 11 лет. Вот, все это казалось быстро, так, неожиданно и нормально. Дальше, у нас сфера достаточно, ну, интересная. В каком плане она интересная? Она, кто-то считает, что ее сложно уберизироваться. Вообще, я считаю, что уберизация любой сферы зависит от трех параметров. Частотность бизнеса, сложность бизнеса, самой структуры вот этой сделок и степень объема риска на одну операцию бизнеса. Вот, в этой связи покупка недвижимости нам повезло, мы на самой вершине. То есть она очень редко бывает, она сложная сама по себе и она обладает большой стоимостью. И, на наш взгляд, любой бизнес вот на этой условной там карте уберизации где-то находится. Рано или поздно анонизация придет ко всем. Вопрос, когда? Это безусловно, на мой взгляд. Вот, так, у меня всего 50 минут, да, вы сказали? Тогда предлагайте по презентации двигаться. Ну, я понял. Давайте, я все равно буду там вставлять, потому что я считаю, что презентация — это презентация. Вот, значит, ну, начнем с… Это наш офис айтишный. Значит, у нас там почти 4000 квадратов, недавно в отдельную дочку вывели, как законодательство изменилось. Понятно, все знают, что там есть и письмо Минфина, которое разрешает выделять в отдельное IT-подразделение свои IT-дочки. И нормально, что оно пользуется льготными налоговыми режимами. Вот, мы тоже так и делаем. Вот, поэтому мы им красиво купили здание, там 4000 квадратов, оборудовали по последнему слову техника, там потолки 4. В общем, все как надо. Вентиляция там, все айтишное, все, как они любят, все хорошо. К этому мы пришли не сразу. Мы сначала там в аренде снимали, там 1000 квадратов, потом постепенно росли. И сейчас вот там все у них есть, все как надо. Вот, я сам был на стажировках в Кремниевой долине несколько раз. Там, ну, везде был в крупных этих центрах и Китая, и Эмиратов, и Сингапура. Все это поездил, посмотрел, прежде чем вот это у меня все созрело, такое желание активно трансформироваться. Вот, тут, конечно, интересно, наверное, и картинки посмотреть. Вот, но я, наверное, больше бы остановился на каких-то процессах. Я сначала издалека буду рассказывать, ладно, поэтому на себя пока верну. Когда мы вообще думали о выделении IT-структуры, вот немножко сначала цифры. Вначале доля затрат на IT у нас составляла 0,2-0,3% от выручки. На сегодня мы уже пришли к цифре 4% от выручки. То есть 4. И я думаю, что не предел. Я думаю, каждый руководитель в каждой сфере стратегически должен понимать, а какая доля от IT нормального. И там возникает такой соблазн, когда растет выручка, не все пропорционально увеличивают затраты в IT. Я вот сейчас могу признать, что это ошибка. Я сам ей вначале страдал, можно сказать, поймал эту ошибку, потому что все же привыкли мыслить абсолютными категориями. Ведь никто не говорит, у нас там затраты на IT условно 7 миллиардов. Для примера, это не у нас, естественно. Но надо смотреть процент от выручки и понимать структуру ценности, которая создается вот этими затратами. В общем, для нас это такой больной вопрос дискуссионный. Мы для себя его принципиально решили, что все-таки мы будем мерить в проценте от выручки. И когда мы на эту систему перешли, у нас вот это все появилось, о чем я вам сейчас показываю, рассказываю. И где-то стало как-то легче, знаете, принимать эти решения, если откровенно. Потому что понятно, как и везде фонд оплаты труда программистов растет, идет мощный хантинг. Сейчас при удаленке, мне кажется, хантинг-то в кубе возрос, потому что сейчас не нужно никуда переезжать. В том же там гугле условно, оказывается, есть вообще специальный менеджер, который по странам СНГ просто оптом хантинг народ. Я вот об этом не знал, если откровенно. Вот. И они также работают в России, но на гугл. Вот. Поэтому вот это вот первое, что мы сделали на уровне стратегического менеджмента. Ценность тоже была большая. Сейчас я вам постараюсь показать продукты достаточно быстро. У меня там все готово, сделано. Но в основе лежит, я считаю, сначала управленческий уровень менеджмента. Это, в принципе, понимание ценности IT. Причем дело ведь не только в финансовых ресурсах, а и образовательный ресурс, как направляется. Мы все наших топов учим. То есть у нас у всех есть курсы IT-шные, у топов, которые они должны пройти. Не всегда все проходят, сразу скажу. Стоит признать, есть такая проблема. Потому что, знаете, люди, которые привыкли там работать где-то по старинке, они таки работают. Вот. У нас очень высокие полномочия переданы IT-подразделению, потому что для нашей трансформации, вот вам приведу, знаете, простой пример, когда мы начинали, ну, самый простой пример. У нас был выбор, допустим, покупать доски объявлений на агрегаторах, так их назовем, или создавать свой сайт. Мы пошли по пути с сдачей мощнейшего своего сайта, как инструмента, как ресурса. Сейчас у нас там есть и личные кабинеты, и приложения у нас, которые уже миллион скачиваний. По-моему, даже уже два, может, даже два уже. Я даже сам что-то перестал следить здесь, откровенно. Вот. Миллион триста, что ли, по-моему. И здесь мы что видим, что вот туда мы стали вкладывать. В результате конкуренты наши не стали этого делать. Они там нам говорили, не, ребята, мы в эти не будем вкладываться. Зачем вкладываться? Вот есть у нас агрегаторы. Слушайте, в результате цены у нас на, так если интересно, выросли примерно, по моим оценкам, за 6 лет, как мы вот этот курс проводим, цены выросли примерно в 12-15 раз на объявления, а мы получаем клиенты сейчас даже дешевле, чем раньше. Вот. То есть мы представляем, насколько все это окупилось. У нас на сегодня там 5 миллионов уникальных пользователей в месяц идет. Вот. И мы там создаем свои каналы, ну, то есть прямой коммуникации с клиентом. Потом туда стали переводить сервисы, я сейчас об этом расскажу. И пошло-поехало. Вот. Следующий момент. Какие вызовы сейчас идут? Вызовы, мне кажется, так называемые disruption, да, disruption innovation, они идут во всех сферах. В нашей сфере они тоже есть. У нас постоянно появляются системы, которые мечтают проводить сделки, ну, скажем так, напрямую с продавцом, покупателем. И, наверное, долгосрочно. Это правильный курс, на мой взгляд. Любая услуга должна удешевляться, стремиться к этому нужно. Вот. Но нужно всегда учитывать какую-то специфику. Вот. Что мы сделали в этом плане? Мы все-таки объявили у себя, что мы должны на нашей оффлайновой модели построить мощную гибридную модель. Это было на уровне стратегии. Мы сказали, ребята, мы считаем, что чистый онлайн никогда не победит в нашей сфере. Я прекрасно понимаю, все с разных сферах. Где-то онлайн может быть там занять 80%, где-то может быть 10%. Это очень важно стратегически для себя решить в горизонте 3-5 лет и под это строить систему управления, распределять ресурсы, полномочия различные в системе. Потому что там, где потенциал онлайна через 5 лет громадный, надо вообще набирать уже не там замов по маркетингу, да, и замов по HR, а мощнейших там продуктов, IT-директоров, их заместителей, там, сидиотом и так далее. И это есть стратегический менеджмент компании, на мой взгляд, которые вот на сегодня первые лица, они несут ответственность за этот вот этот цифровой переход, как я его называю. Вот, мы его объявили, объявили мы его 4 года назад у себя. Значит, стали менять ресурсность, искать людей с другими компетенциями. У меня это нет презентации, но я покажу. Там картинки красивые, веселые, я их обязательно покажу всем. Вот, я понял, что 50 минут, там быстро все будет. Картинки, если честно, всегда, мне кажется, неправильно показывать, потому что интересно, как человек думает. Когда слайды начинают показывать, как правило, это уже заранее заготовленная речь. Вот, мы, в общем, системно все это пересмотрели. И в этом залог успеха на таком стратегическом уровне вот процессов данных. Далее, важный момент, это все-таки мы очень сильно внедрили все это в мотивационный менеджмент. То есть, если раньше мы не понимали, при трансформации бизнеса всегда надо уметь делать трансформацию системы отчетности, мотивационного менеджмента, системы обратной связи, стиле управления. И, ну, часто я всегда говорю, речь даже может идти об изменении системы планирования. Вот, допустим, с внедрением IT мы полностью ушли от каких-либо планирований, изменений, просто передали всю ресурсность IT-департаменту и сказали, делайте, мы вас ни в чем не ограничиваем. То есть, у нас у них даже почти, если честно, нет бюджетов. То есть, им что-то надо, мы им даем. Более того, мы еще пошли ход конем сделали, мы там первых человек вообще привязали к чистой прибыли компании айтишников. То есть, у нас первые там 20 айтишников, ну, и кто вот с этим связан, еще привязаны к чистой прибыли компании. Вот, и это обеспечило все такую очень мощную трансформационную модель. Им стало интересно развитие бизнеса, не просто там писать продукты, а чтобы это приносило результат, давало итоги. Вот, мне кажется, в гибридных моделях, я уверен, много кто меня смотрит, то сейчас так же, пока еще в оффлайне, и все бизнес там, там, большей частью, да. Но, где-то вот так вот откровенно сами собой, когда стоите, понимаете, что через 5-7, уж точно 10 лет, это будет преимущественно онлайн. Вот, мы все это сделали. Дальше, мы, конечно, отсматриваем, смотрим, как все это происходит. Мы иногда вынуждены, бывает такое, делать, допустим, ну, как я называю, страховать самих себя. Да, мы, то есть, четко, мы в некоторые лезем процессы, которые понимаем, что, как говорится, черт его знает, получится, не получится, но мы тратим на это деньги. То есть, мы сторонники лучше где-то, если какие-то тренды идут туда проинвестироваться, и только поняв, что это не работает, мы это прекращаем. У нас процентов 30 проектов не получаются. Вот, но то, что выстреливает, то, ну, идет хорошо из серии. Вот, дальше, естественно, мне кажется, что IT, все это бесполезно, еще без такого важного компонента, как интеграция с основным оффлайновым звеном. Здесь мы тоже очень много, я считаю, сделали, то есть, мы внедрили вот эту культуру IT процессов в каждый департамент. То есть, мы в каждом департаменте сейчас выходим на заместителя по IT, который, это не везде еще внедрено, это вот наши новейшие такие планы, да, где-то уже есть, где-то нету. И в каждом департаменте у нас появляется своя система, то есть, IT должен жить во всей компании. То есть, если есть, мне кажется, отдельное IT подразделение и нет функционального взаимодействия хорошего и интеграционной политики там с приземлением этих процессов, то где-то здесь система начинает, ну, давать сбои, я вот это прям вижу, знаете, изнутри. Причем я такой реальный руководитель, я там не просто, знаете, там абстрактно говорю, я каждый день на работе с 8 утра всегда, вот сейчас, вот видите, до 7 вечера, но сегодня, правда, до 9 буду, судя по всему, вот, и вижу вот это все там, ну, на практике, как все это происходит. Вот, дальше, у нас очень активно во все изменения вовлечен и сами сотрудники. То есть, для нас принципиальное правило, у нас любое, наверное, это стандарт абсолютный, но, тем не менее, хотелось сказать, проходит несколько кругов слушания, у нас есть слово слушание, то есть, мы сначала делаем, проводим, причем и звенья, которые с клиентами работают, и внутренние звенья, у нас такие широкие дискуссии всегда, и продукт выходит более-менее обсужденным. То есть, я считаю, без плюрализма мнений никаких систем нет будущего. Вот, поэтому мы это себе обеспечили, это, хотя я вам скажу так по секрету, IT-специалисты по умолчанию не любят сильно обсуждать, да, они тоже считают себя звездами, считая, что они лучше продажников, знают, как у них все эффективно работает. Вот, тут огромный труд, вот это все было, культуру внедрить в компании, чтобы все-таки мы вот где-то вот это вот так вот друг друга понимали. И сейчас понимаем, да, реально это так все работает. Значит, у нас есть и специфика бизнеса, так как мы работаем в 200, там, больше, чем в 200 городах на сегодня, очень сложно, и вот это внедрение, плюс у нас часть там и по франчайзингу офисы работают, и это целый, знаете, такой мир достаточно сложный, но, тем не менее, мы справились. Наша такая хорошая находка, это окна менеджера и риэлтора, вот. Значит, что мы там сделали? Мы сначала, знаете, для каждой, вот у нас мы выделяем крупные группы работы, вот, допустим, есть у нас условно менеджер в системе или риэлтор, мы для него пишем отдельную панель управления, то есть где он может делать все. Ипотечный специалист, юрист, то есть мы пошли по пути от, внутри организации процесса, трансформации, от, грубо говоря, универсального рабочего места в системе. Вот, это продукты все у нас наши, кстати, да, я забыл сказать. Мы сами почти ничего не закупаем, все, что я показываю, это наша собственная разработка. Вот, внутри. Потому что бизнес специфичный, и это большая, там, можно на эту тему подискутировать, что правильно, там, на аутсорс заказывать или свои развивать. Я по прошествии 22 лет управления компанией могу сказать, точно развивать свое. Долгосрочно это правильно, это рентабельнее, эффективнее. При нынешних системах налогообложения, это, мне кажется, единственный возможный путь. Это недорого на сегодня. Плюс, знаете, очень сильно помогают компетенции, которые у вас есть в IT, если как у бизнеса. И он, вы не просто закупаетесь, а вот эту всю внутрянку, знаете, оно очень сильно развивает основной бизнес. Потому что IT это более прозрачные системы, с более прозрачным результатом, с более, как ни странно, сильной конкуренцией внутри за сотрудников. И как результат, то там достаточно преуспел, мне кажется, в основном бизнесе получает супер ускорение. Вот, про окна, в общем, мы все это сделали. Или, там, если вдруг кому интересно будет как-нибудь на стажировку приехать, милости просим. Вот, ну, сейчас внутренне не буду процессы, наверное, показывать. Такие уж прям совсем там, как все это у нас происходит. Но это более-менее стандартно. Но мы принципиально решили в крупных системах. У нас, допустим, с нами в компании почти там 15 тысяч риэлторов. У нас для них специально целый мир. У них свое приложение, у них свои там все продукты, свой искусственный интеллект присутствует. У них там, ну, в общем, все свое, и это прописано. Дальше мы сделали ипотеку онлайн. Мы на сегодня лидеры в России в плане ипотечного брокериджа. То есть тоже трансформация интересная была. С банками со всеми интегрировались. Сделали все онлайн-анкетах, на сайте. Сначала никто не верил в эти истории, что ипотеку будет онлайн заполнять. Слушайте, все заполняется. Прошли этот путь буквально за вот, ну, слушайте, вот 5-6 месяцев. Когда у нас началась там пандемия, мы сказали, ребята, нет, мы хотим онлайн, давайте туда. Слушайте, все сделали, продукты прописали. И, о чудо, с банками договорились о сокращении там всех процессов. Все это происходит. То есть стали на сегодня, ну, в мире мало где такое есть, если честно. То есть, что мы там спокойно оформляем там до 20 тысяч ипотеки в месяц, и все это в онлайне проходит. Вот, это такой, мне кажется, серьезный такой индикатор, показатель. Все это мы трансформировали и в другие страны. Вот, тоже достаточно эффективно. Вот, дальше. Мы запустили, ну, стандартно для нас, для нашего бизнеса, я уверен, в любом бизнесе есть такое, что убыстряет процессы. Мы это распознавание паспортов сами написали. Там это сложно, но не так все сложно оказалось. То есть, там привлекли специалистов у себя, там, скажем так, дали им возможность эффективно работать. Все, вот у нас все автоматически. У нас сейчас большая часть документов компания автоматом обрабатывается. Кучу денег это сэкономило. Быстрота работы. Процесс сделан, все нормально. Все работает, точность, хорошее время, быстро и так далее. Речевую наличку мы активно используем в компании. Ну, мне кажется, с этим никем не удивить. Но мы ее реально хорошо раздаем. То есть, у нас аудио записывается. И потом робот анализирует, смотрит, там, как, что происходило. Ну, понятно, преимущества тоже все можете посмотреть. Сервисы тоже, они эффективно работают. Тоже мы это не сразу же принимали решение. Могу сказать так, сейчас на секунду на себя переведу, что у нас тоже был большой выбор, потому что это первое время всегда тяжело. Вот все, что я вам сейчас рассказываю, и ипотека онлайн, и речевая аналитика, и распознавание паспортов. Когда мы принимали эти решения, мы понимали, что да, мы там вроде в моменте там инвестируем, ну, какие-то деньги, ну, миллионы, как правило, это там один, пять, там, десять, не знаю, миллионов. Вот, но вот этот эффект, у нас всегда движет эффект, когда мы видим, допустим, что вот тут 20 миллионов инвестиций, 40 миллионов эффект, мы это делаем всегда. Вот, у нас такое правило. За каждый миллион доказанной добавленной ценности надо бороться. Конечно, надо анализировать его вероятность, условный моральный износ, там, вероятность появления аналогов, но в целом, как система, мы стараемся более-менее в бизнес-метрике себя держать, постоянно, по любому вопросу. Вот у меня тут этого не будет, как мы это, внутри у нас устроен процесс вот этого выбора, распределения ресурсов, но то, что мы добились больших успехов в правильной приоритетности проектов, в правильном быстром сворачивании проектов, если видим, что они не приносят результаты, вот тут, я думаю, мы, ну, на мой взгляд, продвинулись, так скажем. Вот, давайте дальше двигаться. Мы это, я вам показал. Значит, панель управления у нас тоже BI свою полностью прописали, причем он очень хороший. У нас автоматически формируются воронки, динамики, причем все это доступно, любой менеджер, любой риэлтор все это может настроить под себя. То есть, я знаю, что сейчас это стандартные механизмы, но мы вот, прямо вам скажу, глубже дальше пошли. У нас, я сам увлекаюсь сильно математикой, я там, скажем так, в детстве очень сильно увлекался математикой, и у нас прям прописаны, ну, целые процессы, когда любой сотрудник сам, в принципе, достаточно просто любую систему метрик себе может настроить. Все это будет красиво, своронки, вот это пример, да, автонастройки каких-то виджетов. Под себя, допустим, там, ну, продажи, да, там, вот он сам формирует, может видеть, переключать, все это автоматом делается. Вот, тоже продукт наш внутренний абсолютно, и он пользуется очень большим. В результате, вот, преимущество можете посмотреть, все это есть. Мы полностью автоматизировали и систему мотивации в компании. Я вообще считаю, что мотивационный менеджмент, сейчас я на себя переверну, это важная составляющая любого бизнеса. На мой взгляд, в условиях, знаете, вот предпринимательской культуры, ну, коим я отношу, там, если вот так сравнить, то все, конечно, мы предпринимательская культура, то есть у меня всегда цель, чтобы каждый сотрудник, как будто микробизнесом управляет, мы им так делаем мотивационный менеджмент. Это очень сложная настройка, у нас не бывает типовых операций, мотивации, не бывает типовых мотиваций. У нас каждый сотрудник, мы стараемся, чтобы, неважно, это IT-специалист, продуктолог, ипотечный брокер или даже уборщица. То есть люди четко понимают, за что они работают. Вот, и поэтому то, что мы автоматизировали HR-менеджмент, мотивационный менеджмент, я считаю, дало наибольший успех роста бизнеса. То есть все это в едином формате, связано там с 1С, считается удобно автоматически, где, возможно, подтягивается все это дело. Вот, и мне кажется, что это любой бизнес должен там, в одну из первых вещей делать то, что должен автоматизировать. Вот, плюс там никаких фродов нету, потому что все это публично, прозрачно. Это тоже усилило нашу компанию. Это одна из наших последних разработок. Мы не сразу же к этому пришли, сразу же скажу. Как положено, в боксах считали, там, в этих во всех. Вот, ну, ничего, сейчас все это автоматизировали и сделали. Так, давайте дальше будем двигаться. То есть это то, что я точно рекомендую делать. Вот, можете, да, цель продукта понятна. Ну, это так, мы примерно написали, чтобы там было. Ну, я думаю, что большинство это и так чувствует и видит, как все это происходит. Вот, ну, у нас там вот и календари тут есть. Посмотрите потом. Хорошо, останавливаться не буду, потому что презентацию вам оставлю. Время терять не будем. Вот, у нас, естественно, есть и свой OmniLit тоже прописанный продукт. Что мы сделали? Это очень интересный процесс. Мы все объединили в одно. Все чаты, сайты, телефоны, соцсети, там, подсказки, обращения клиента в одну систему. Все это у нас в едином формате. Работает, подключено. То есть у нас, можете позвонить на наш контакт-центр. Мы никогда больше пяти секунд не бывает паузы. То есть мы в течение, по-моему, четырех секунд, что ли, 98% принимаем звонков. Это у меня принципиальная установка. Я считаю, все, кто на этом экономит, не правы. Вот, и нужно обеспечивать именно скорость обслуживания. Мы немножко фанаты скоростей в каждом процессе. Где-то бывает, сразу же скажу, что, к сожалению, иногда риелторы, ну, не все вот у нас так, но там где-то зависит от компании. И мы постоянно это улучшаем, развиваем. С помощью автоматизированных систем обеспечиваем вот это качество сервиса. То есть в основе, конечно, у нас лежит качественный сервис. То есть мы стараемся модель автоматизации направлять ближе к клиенту. Ну, либо там выигрыши. Я об этом в общую теорию потом поговорю чуть попозже, хорошо? Вот, в общем, тоже это мы прописали. HR, CRM, ну, это целая история, там, мощный продукт наш. То есть там поиск кандидатов, знаете, можете там, вот я вам тоже сделал сюда. Не я презентацию, естественно, готовил не я сам. То есть готовила наша команда, да, и IT, и кто управлением занимается. Вот, но под общим кураторством, скажем так. Вот, она сделана специально вот для вас, для сегодняшнего выступления. Вот, тут посмотрите, то есть мы HR, CRM тоже свою полностью прописали, не стали ее покупать, ничего. Потому что вопрос поиска кандидатов для нас очень важен. Мы очень много топов нанимаем, очень много сотрудников. У нас достаточно, я считаю, разумная текучесть в компании. У нас у каждого есть там ИПР свой, индивидуальный план развития. У нас оценка, ну, то есть мы очень много в это инвестируем, в процессы и без автоматизации, наряду с мотивацией. Функция оценка персонала, развитие, адаптация персонала, мне кажется, не работает, если откровенно. Вот, и поэтому здесь вот тоже важна в современной компании вот эта роль. Вот, так, и, наверное, от себя хотел добавить, что, видите, я сейчас показываю много внутренних процессов, они у нас есть и внешние. Просто я когда выбирал, что вам показать, хотел, вы знаете, со всех сторон показать. У нас, естественно, есть там и личные кабинеты, мы сейчас с клиентом строим взаимоотношения через онлайн, у нас и риэлтор работает, и параллельно там идут все онлайн процессы, там, допустим, задатки. Да-да, давайте я вам дальше попоказываю немножко еще из этих процессов. То есть вот мы все договора в онлайн перевели. Знаете, тоже когда пандемия ударила, я думаю, мы все с этим столкнулись. А у нас, знаете, мы все-таки риэлторы, кто-то считает, что немножко такие древние. Ну, на самом деле это, конечно, не так, но вот просто доказательство. На сегодня уже у нас большая часть документов подписывается без прихода в офис. Задатки, договора, оплаты, все это у нас сделано в профессиональном окне. Задаток там в виртуальной комнате оформляется, по большому счету. Вот, то есть мы все это продумали. Сделки все тоже регистрируются. Мы с Росреестром у нас все, я сейчас об этом дальше поговорю. То есть вот так вот мы эту трансформацию сделали. Хотя, знаете, еще три года назад риэлторский бизнес считался, ну вот, что это невозможно. Вот все, что я вам сегодня рассказываю, да, мне кажется, что это было бы просто невозможно представить. Но за счет имеющихся ресурсов плюс внешняя среда, компания прошла эту трансформацию. Вот, и если там интересуют, ну, какие-либо финансовые показатели, то за последние два года у нас объем чистой прибыли увеличился примерно в четыре раза вот бизнеса. То есть мы 21-й год где-то прошли 4 икса к 19-му году и к 18-му и 17-му почти 6 икс прошли по чистой прибыли. Вот, и 20-м. Вот, поэтому, в принципе, это все непросто. Это с учетом всех этих затрат на все эти процессы, все это слегка окупилось и, на мой взгляд, было очень рентабельно. При этом я как руководитель, сразу скажу, я так переживал, потому что мне казалось, что я в 18-м, 19-м году завожу систему вне туда. Если честно, для меня это были сложные решения, потому что я огромные, ну, одобрял инвестиции в IT, в трансформацию бизнеса и в какой-то момент, знаете, у нас прям маржа стала заваливаться в 18-м, ну, не то, что заваливаться, откровенно маленькой стала. И прям было, ну, вот, не по себе. Но, слушайте, вот потом все это как пружинка распрямилась, да, мы стали высококонкурентными и, слушайте, мы все свое заработали. Поэтому тут хотел только сказать, что это абсолютно правильно нормальные процессы. Если кто-то сейчас такой путь проходит, рискуйте, не бойтесь, даже в сегодняшней ситуации. Вот, давайте дальше двигаться. В общем, договора онлайн мы сделали, посмотрели, приняли на ура. Внедрение отдельная тема, я уверен, все тут без меня знают, как это сложно. Целые, что только не придумывали. Конкурсы, статистика, там, афиши мы начали делать, везде там клеить по всем офисам, там, призывы, как коммунистическое время, там, давай внедряем там онлайн договора. Конкурсы для клиентов, то есть там лучшие практики, топовых риэлторов уговорили рассказывать, как это круто. То есть по всем правилам менеджмента внедрение осуществляем мощно, потому что такой, к сожалению, компания, или к счастью, большой, как наша, это очень сложный процесс. Я уверен, многие меня понимают. Попробуйте, независимые риэлторы, там, убедите, все по-новому. Форматы делаем. Я вам говорил, почему все-таки я за самостоятельные решения. Вот, наверное, этот слайд, он объяснит, вот эти пять больших преимуществ. И бизнес на сегодня все-таки, мне кажется, должен это делать. Это абсолютно нормальная такая рабочая история. Отдельно хотел рассказать о возможностях интеграции. Мы, значит, интегрировались со Сбер.ид, стали одних из первых внешних статей интеграторов со Сбером, именно в сфере услуг. Вот, это бомба получилась. То есть мы стали получать там всю законную информацию по каждому, у кого есть Сбер.ид. Это нам резко упростило работу. Мы первые там, наряду с 10 компаниями в ЕСЕ вошли, наряду там с ВКонтакте, Яндексом, по обмену, значит, с госуслугами. Нам там еще данные другие начинают давать. Вот, ну, это тоже была бомба. Это тяжелая работа, но мы тоже это сделали. Вот, надеюсь, что это все системы. Потом будут расширены на других участников рынка. У нас, значит, давайте я немножко расскажу. Есть специальный отдел, который занимается именно взаимодействием с интеграцией с госорганами, с банками. То есть это все рентабельно, потому что сейчас на сегодня тренд идет в сторону глобальной интеграции процессов. Я уверен, у каждого бизнеса, кто меня сейчас слушает, есть партнеры, с которыми можно как-то найти общий язык. И с помощью IT выйти на другой уровень. Нам тоже сначала казалось, что этого нет, а банки нам вообще говорили. Я вот помню первый разговор, они вот так вот буквально там, ну, культурно отказывали, так это назовем. Вот. Впоследствии сами потом все это интегрировали, сделали. И потом с государством мы эти же циклы пошли. Там сначала отказ с Росрестом, знаете, там, с системой, которые открытыми данными владеют. То есть мы все это прошли, все эти пути, активно лоббируем. Нам тяжело, мы хоть и в Тюмени, но мы очень такие, знаете, активные ребята. И, в принципе, цели, как правило, добиваемся. Вот. И вот это у нас получилось. Дальше перехожу на презентацию тогда. Вот. В общем, вот это вкратце, что это дает. То это не дело, обязательно срочно в это дело интегрируйтесь. С банками я написал тоже. Мы создали систему, сделали. На пилоты ура идут, все нормально, все хорошо. Пошла у нас интеграция с застройщиками. Вот. Тоже мы там стали активно взаимодействовать. С двумя, ну, одним из лидеров, скажем так, по объемам, пик самолетов вообще у нас глубокая интеграция произошла там. То есть не с ними, а с некоторыми застройщиками. Мы прямо их подключаем к нашей модели ценообразования. И то есть на основании Big Data они в виде цены на вторичном рынке сами строят в модели своих цен. То есть мы тоже в эти интеграции заходим. Где-то такие продукты сейчас обсуждаем, предлагаем. Тоже очень хорошо работает, потому что понятно, что мы владаем массивом данных. И как результат очень многим системам это интересно. Мы это тоже возможности эти используем. То есть я уверен, что тоже кто-то обладает огромной массивой данных. И это кому-то может быть интересно. Нужно уметь это красиво упаковывать всегда. Вот. Мы это тоже по большому счету делаем. Если в целом еще на уровне процессов добавить, очень сильно помогло мне чтение литературы. То есть я такой, можно сказать, книжный червь, да, в каком хорошем смысле слова. И много очень читаю. Вот именно и пойти много читал, много форумов посещаю, езжу, смотрю. То есть мне кажется, без трансформации первого лица на уровне познания это тоже невозможно представить трансформацию бизнеса. Я в этом глубоко убежден. Вот и поэтому себя прям вот первое время Каю заставлял это делать. Ну что-то, но потом втянулся, да, что называется. И на сегодня я думаю, что ни грамм не жалею, потому что много реально процессов удалось сделать в компании. Так, следующий момент. Юридические проверки. Да, вот мы чего добились, со всеми интегрировались, сделали и получили там. У нас, мы отвечаем, да, кстати, у нас особенность бизнеса, давайте я вам расскажу. Мы, получается, полностью отвечаем за все сделки. Мы взяли на себя риски. Если вдруг клиент покупает, когда с нами вторичку или загородку, не дай бог у него что-то не то, мы ему покупаем новую квартиру. Вот. У нас принципиальное правило, да. Мы за счет этого тоже продвинулись. Объем риска не такой большой, как кажется. Но самое такое страшное, у нас в один из год зашло где-то на 60 миллионов примерно общего риска. Из них там, ну, часть отсудились, часть выплатили. Вот. И так где-то в среднем, на самом деле, эти риски стабильны, но зато получаем суперконкурентное преимущество. А это стало возможным за счет интеграции из различной базы данных, которые тоже мы долго бились, но в итоге все этого добились. Все это сейчас автоматически, быстро у нас аудит каждой сделки проходит. То есть мы поменяли саму бизнес-модель и, по сути, объединили страховой бизнес и риэлторский. И сейчас вот это, ну, максимально достаточно эффективно работаем. Вот. У нас мощная интеграция с Telegram, Viber, WhatsApp. Как внутри, так и с клиентами. У нас целый отдел есть, который этим занимается. И чат-боты. И внутренний наш, система интегрирована очень хорошо. Там особенно Telegram, все знают, прекрасен в этом плане. Вот. Мы в этом продвинулись, в это инвестируем. Слушайте, это круто. То есть, ну, если вдруг кто не использует эти возможности, я считаю, что это классная точка роста, которая на сегодня… Интеграцию мы сделали с InHunter. То есть там у нас целые внутренние там бизнес-процессы большие идут. Тоже хотел рассказать. Вот. Серверная оборона. Ну, это уже так, не так интересно все. С чем мы сталкивались вот на этом пути? Во-первых, очень важно, чтобы качественно были продукты. Все-таки я сам со временем стал понимать, все-таки нужны хорошие продуктовики. Потому что просто IT-процессы без хороших продуктовиков, ну, бесполезны. Слушайте, их на рынке мало, их сложно готовить. Мы пошли по пути перевода где-то действующих сотрудников в продуктовики. То есть это был такой сложный этап. А я презентацию всем оставил. Она там большая, вы ее посмотрите. Мы не жадны. Вот. Ну, слушайте, сервера, это такая вещь отдельная. Слушайте, это, мне кажется, интересная штука. Особенно, ну, мы большая система, да. То есть у нас много, ну, оборудования достаточно, потому что, ну, реально большая система. И у нас там специалистов много. И там, ну, очень много нюансов, начиная от того, что там вот думаем постоянно, где распределять. Потому что если их там, допустим, в одном месте, это там Дальний Восток, там 2 секунды скорость ответа сервера идет. Поэтому все равно ставим распределительные системы. Там, ну, условно говоря, да, вот по всей там раскидываем. Вот, чтобы все это риски контролировать. Вот у нас, мы, знаете, я расскажу, мы и в Праге работали. И там целое вообще законодательство европейское. Ну, если вдруг кто работал, там просто вот это, как они, как-то их называется, политика персональных данных, что ты там должен делать, сервера иметь, целая история. Вот, понятно, что после там, скажем так, с конца февраля мы там не работаем теперь. Вот, да, GRP, правильно, никак слово это не было. Как маркетинг, только хуже. Вот, поэтому, да, мы не смогли работать. Там ужасные вещи начались у нас в Чехии, да, и мы решили закрыться. Вот, ну, там реально было, там не хочу про это даже рассказывать ничего. Так, в общем, дальше переходим. Давайте по внутренней процессы IT-подразделения все-таки надо порассказать. Значит, ну, во-первых, проекты они ведут в своих системах тоже в U-Track'е. Не в своих, а в хороших системах в U-Track'е. Значит, нагрузки, сроки смотрят, все у нас там по-взрослому, если честно, да. Планирование, ну, это, наверное, стандартные вещи, во всех нишах написано, не так интересно. Вот, жесткие спринты у нас каждые две недели, естественно. У нас анализ идет, там аудиты проходят, эффективность всех процессов. Вот, слушайте, честно, хорошо работает. И мы хорошо работаем там и по организации, доверяем им, ресурсы даем. Хороший очень контакт у нас с IT-команда. Я сам, кстати, из пяти дней, один день в неделю работаю в IT-подразделении. Полностью, весь день. Вот, то есть я четыре дня здесь и один день я там. Вот, с командами, встречаясь прям с программистами, мы там вместе обсуждаем. Там игра, там у них и теннис настольный есть, там и даже музыкальная комната, чего только там нет. Вот, и даже кровати, кстати, им поставили. Сделали им там спальные места. Вот, и они, кстати, спят. Вот, дальше, ну, релизы понятны. HR-процессы, как выстроены, тоже посмотрите. Очень интересно. Работаем с вузами Тюмени активно. Проводим школы программирования. Вот, сами. Понятно, гибкий рабочий день. Очень комфортные рабочие места. Вот. Софинансируем все обучения. То есть мы открыты, мы компания. Я всегда говорю, если кто-то готов оплатить 50%, мы автоматом 50% тоже согласны. Все. Потому что для сотрудника это гораздо важнее. У нас такая компания, ну, открытого обучения. Вот, в целом. Мотивационная схема у нас сложная. Мы не разделяем позицию Сбера, который там оклады платит программистам. Да, мы считаем, что там надо заинтересовывать на максимальную эффективность результат. Поэтому мы пошли по пути жесткой сдельщины. И все программисты получают только за выполненные задачи. За спринты, за, ну, и за проекты. Вот, это отдельная там система. Об этом можно сейчас долго разговаривать. Но именно благодаря ей мы крайне эффективно продвинулись. Вот. Ну, это пример, да, вот как у нас внутри все выглядит. Как все расписывается. Баллы, сложность. Мы там с ума сходим по всем этим процессам. Время. Да, кто-то скажет, это же бюрократия, администрирование. Как же это? Слушайте, это все работает. Все нормально. Там, понимаете, нужно везде ставить свою систему координат для достижения результата, на мой взгляд. Так, ну и взаимосвязь с бизнесом. Проектный офис у нас целый. Там есть отдельный, естественно. Там штурмим, обсуждаем. Ну, тут, наверное, все более-менее стандартно. Потом посмотрите, ладно? Так, это все тоже понятно. Ну, наверное, последний слайд. Это вот как мы все делаем. Смотрим ресурсы на онлайн-изации, степень онлайн-изации, размер круга, экономический эффект. То есть плюс-минус стараемся все расписывать. График схематичный, сразу скажу, примерно. Естественно, мы там поглубже все процессы смотрим, изучаем. Ну, так примерно, что мы это в голове всегда держим. Я считаю, что это каждый должен потом ретроспективно уметь проекты оценивать, давать там результат, как это получается, и где-то двигаться вперед. Вот это из слайдов, наверное, все. Вот сейчас я там еще в целом в любом случае хотел лично от себя поддобавлять некоторые процессы. Значит, с чем мы, сложности, с которыми столкнулись на нашем пути? Вот если вернуться к этому, вызов реалии действия, самый главный вызов на сегодня это изменение сознания людей внутри компании. Вот это вызов, который я года три не мог, если честно, сломать, если откровенно. Бился, вообще думал, как это все. Только когда мы, знаете, признали эту проблему, стали, я уже об этом косвенно упомянул, людей менять других. Знаете, стали брать с компетенции, стали менять, я сам стал меняться, стали менять мотивационные схемы. Вот, знаете, стали менять даже офисное пространство. Вот, стали менять требования к себе по внедрению, показывать систему метрики. Я говорю, ребята, вот вы говорите, что все хорошо, ну давайте по-честному, вот оффлайн модель у нас работает, онлайн мы ничего не делаем. Да, давайте вот прямо карты внедрения смотреть, смотреть степень онланизации услуги. Я говорю, вот она у нас 100%, вот за 3 года мы ее на 1% продвинули. Вот эти, вот эти, у нас есть большие карты, вот каждая услуга расписана, и что из них можно делать онлайн, насколько это стоит, как это правильно. Я говорю, ну мы вот, и когда мы ее, знаете, большую сделали, увидели везде красный свет, только потом что-то двинулось. Вот это, поэтому здесь вызовы внутренние, внешние вызовы, я уже вначале упомянул, во все сферы хотят заходить. Я при своем мнении останусь, что в каждой сфере на сегодня зреют новые лидеры. То есть если они, если старые лидеры не изменятся, не поймут, как все это работает, при этом наибольшие шансы, как ни странно, у старых лидеров. То есть они обладают мощью, ресурсностью, и на мой взгляд, если вовремя сейчас реагируют, и пойдут на управленческий риск, создадут внутри сами себе конкурирующие системы, или признают, по крайней мере, что будущее чуть более в другой гибридной модели. Везде надо смотреть. Они имеют больше преимуществ, чем вот новые, которые растут. Но старые лидеры, как правило, гордые, не готовы меняться и будут проигрывать более вот таким быстрым молодым системам. Для меня это тоже большая боль и вызов. И мне кажется, пока получается. Ну, у меня, прямо скажу, гарантия нечто всегда будет получаться, потому что это очень сложно. Вот. Последний забирает все. Слушайте, ну, я считаю, во-первых, первый забирает все, да, а не последний, если честно. Вот. Ну, все по-разному, все индивидуально. Это такая сложная модель. Все индивидуально, на мой взгляд. Там же не описываются примеры, когда старые форматы побеждают, допустим. Да, то есть, там, когда компании смогли изнутри трансформироваться. То есть, это тоже сплошь и рядом история. Те же там электроавтомобили, где-то они там пошли, да, и кто-то смог, а кто-то там не смог в новой экономике. Там, там, куча примеров от аппарата. Там, кодек приводит пример. Ой, не смог перейти, а Canon смог, допустим. И сейчас лидер цифровой. Вот. Вот, и все у него шикарно, потому что он в это стал инвестироваться. Ну, это так, слово, да, там, из глобального обсуждения. То есть, всегда же есть и обратные примеры, для любого примера. Просто это так, фокус внимания делается, вокруг этого создается информационное поле, и потом это заменяется единственной правдой. Как правило, не всегда так бывает. Вот. Ну, ладно. В общем, дальше к реалиям теперь, да, к реалиям, если перейти. Слушайте, реалии жесткие, программисты дорогие, циклы обучения большие. Значит, мало того, реально есть, попробуйте сейчас удержите программиста. То есть, в свете, там, последних событий, там, реально есть нюансы, скажем так. Вот. Четвертый компонент. Текущие департаменты не готовы меняться. Не готовы меняться и сама система управления. То есть, сама система управления в любую компанию. Иногда меня зовут с аудитом, я иногда соглашаюсь. Естественно, только бесплатно, только друзьям. Вот. Я им всегда говорю, ребята, вы посмотрите, что вы там натворили. Вы такой стратегический менеджмент создали, он у вас, в принципе, не способен к инновациям. Все, вы умрете тихой смертью. Вот. И поэтому здесь, вот, это сложно сейчас. Да, это все, мне кажется, ограничивает вот рост нашей, в том числе экономики, особенно компаний, потому что здесь надо уметь меняться. Вот. И действия. Действия какие? Действия самые простые. Это, ну, во-первых, это, ну, то, что я перечислил. То есть, это какие-то нужны новые лидеры абсолютно. Вот. Это нужны другого уровня цели, другого уровня сотрудничества. Система менеджмента, безусловно, потому что, знаете, в онлайн-экономике, условно говоря, другую совершенно роль играет такое понятие, как уважение к людям, развитие человеческого потенциала. Там все уже на этом строится, да. Там, как таковой, капитальный ресурс, капиталоемкий, почти ничего не стоит, если честно. То есть, и вот именно поэтому где-то некоторые страны, мне кажется, в этой новой экономике могут не успевать. Вот. И поэтому, потому что у них там строится на основе капитальных процессов и фундаментальных, а здесь везде там подрывные вещи, более человеческие, более такие софтовые процессы и более гибкие системы в плане организационного развития. Вот. И это не всегда в ментальности некоторых государств устроено, и поэтому им тяжело. И компания это касается. Вот. Поэтому я где-то считаю, что, вот, поэтому я вижу, что мы пример такой, я считаю, маленькая компания относительно, да, ну, если честно, потому что все-таки мы всего лишь сфера услуг. Да, мы, возможно, одни из самых крупных представителей сферы услуг, но это все-таки там всего лишь сфера услуг. Хотя это, я считаю, по уровню ВВП в той же Америке сфера услуг давно обогнала производство, допустим, да. Вот. И это нормальная история абсолютно. Вот. Я хотел сегодня отдельно поговорить о маркетинге в ВТ-процессах. То есть, мало того, все мы понимаем, эффективно иметь системы, надо очень сильно уметь это иметь внутренний и внешний маркетинг. Значит, на что хочу всем обратить внимание, на что? На, прежде всего, внутреннюю продажу изменений и IT-трансформации. Вот мы, как никто с этим столкнулись, у нас такая система профессиональной организации, по большому счету. Ну, что, отличие там, многие читали, наверное, да, там есть там Митцерт, или кто-то там написал про организационное поведение. Есть тип организации профессиональной, когда в основе организации сильные профессионалы, которых просто надо объединить. Вот, кстати, считается, что преподавательский состав, условно, это тоже профессиональная организация университета, да, потому что ячейка преподавателей и вокруг там какое-то вспомогательное, так условное производство, которое помогает. Вот. У нас такой же бизнес, но даже здесь оказалось очень огромное, вот все, что я вам сейчас сегодня рассказывал, да. А там, где организации стандартные, предпринимательские, или, клеще того, там механистические, ну, в плане организационного строения, там еще можно делать все это быстрее, четче, на мой взгляд, и с гораздо большим эффектом экономическим. Потому что нам пока продай всем, пока всех убеди, там, научи, там, все это вот это, это же все же звезды, там, все же купу земли, вот. То есть, поэтому это такая нормальная история абсолютно, вот. А здесь, в общем, внутренний маркетинг мы запускаем всегда, сразу скажу, мы проводим прям красивые презентации, продуктов. То есть, мы что-то сделали, у нас там наши маркетологи, там, внутри, там, что-нибудь, там, чуть ли не, там, это, грубо говоря, фильм какой-то снимает внутренний, мы рассказываем, как это круто, как теперь это будет работать, почему это важно. Только так, слушайте, без информационного внутреннего поля IT-трансформация бизнесов на сегодня нереальна, точно. Вот. Дальше мы очень отдельно, тему сейчас такую сложную хотел затронуть, онлайн, оффлайн, как все это совмещать. Да, есть точка зрения, что онлайн потихоньку заместит оффлайн, но я уже говорил, я верю в гибридную модель. Слушайте, я какой-то фанат гибридных моделей, я так же, как считаю, что все хорошо в меру всегда, так же я считаю, что вот чистый онлайн, ну, он не победит. То есть, даже у любого онлайна есть там все равно оффлайн процессы. То есть, а вот как, слушайте, это правильно меру определить? И кто за это должен в компании отвечать? Это такой, ну, целый вопрос. Вопрос задали по сопротивлению изменениям. У нас оно дикое, сразу скажу. Мне кажется, больше, чем у нас, его невозможно представить. Ну, я для себя пять действенных инструментов вывел, сопротивление. Первое, это всегда объяснить выгоду. Слушайте, выгоду продаем вот прям каждому риелтору, если честно. Почему ему это выгодно? Я всегда говорю, хочешь что-то продать? Объясни, почему человеку это выгодно, и он сам купит. Вот. Дальше, второй момент. Мы все-таки объясняем, не только выгодно, мы умеем, показываем тренды мировые и говорим, если там это хорошо, то значит, мы должны быть в тренде. Знаете, люди все-таки социальные товарищи, и если где-то хорошо, значит, и нам тоже будет хорошо. То есть, тренды хорошо продаются, надо уметь их там оттранслировать, сделать. Третий у нас важный момент. Мы всегда продаем через лидеров мнений. Искренне говорю, мы сначала берем лидеров мнений, с ними узнаем, их берем, вовлекаем в процесс, потом на них все это транслируем, и потом они сами там все это делают. Ну, то есть, как, в хорошем смысле слова, пропагандой занимаемся. Вот, значит, и здесь мы тоже, как система, тоже преуспели. И четвертая, абсолютно классика жанра, вовлекаем в разработку. То есть, у нас так устроено, мы всегда сначала вовлекаем, потому что если человеку сказать, на, держи, он скажет, иди отсюда. Вот, то есть, он должен в этом поучаствовать, посмотреть, реально нужно снять его возражения, туда-сюда. И пятое, никто не отменял мотивационный менеджмент. Жесткие материальные мы стараемся не использовать, нематериальные, конкурсы, похвала, признание, право там обучать других, вот, еще какие-то процессы. То есть, при правильном проникновении вот этих систем, слушайте, это все работает. То есть, компании, на мой взгляд, это от них зависит, получается или не получается. Но вот эта вероятность, она реально, вот, очень широкая, на мой взгляд, такая вариативная. Потому что, вот я вот на своем примере видел, знаете, в одном городе, одни и те же IT-процессы, внедряют 100%, все счастливы, восторги, а в другой город приезжаешь, они говорят, что за ерунду вы там написали. Она вообще не помогает. Все одинаково. Но, понимаете, вопрос вот в этих лидерах. И компании должны уметь распределять ресурсы не только разработку, но и внедрение. Это уже стратегическое управление. То есть, это уже более такие важные процессы, которые где-то вот, на мой взгляд, ну, они тем не менее существуют. Вот. И, наверное, в самом завершении, я понимаю, что у меня там две минуты осталось, да, что хотел сказать, что очень важна роль все-таки первого лица. Вот все-таки, при всем уважении ко всем, первое лицо определит эту трансформацию. Если оно не готово, интеллектуально, на уровне знаний или на уровне смелости, ничего не получится. Вот искренне вам говорю. Вот. Поэтому здесь где-то отчасти повезло, да, что где-то вот мне вот какой-то крен сюда дался и где-то я там все это вот это изучал, познал. Но сейчас я бы все повторил и ни о чем не жалею. То есть, считаю, что правильные абсолютно пути были по трансформации бизнеса. И мы еще только в начале пути планов громадье. Вот. Поэтому кризис нам, понятно, тяжело. Мы сейчас прекрасно понимаем, что сейчас в нашей сфере ну, упадок будет на полгода примерно. Ну, учетная ставка просто дикая. Там понятно, что сейчас квартиры не берут. Вот. Но мы считаем, что это где-то полгода. Мы для себя приняли принципиальное решение. Ничего мы не сокращаем. Мы готовимся где-то 6 месяцев в убытках посидеть. Это нормально. Потому что альтернатива это грубо работать там близко к нулю. Но тогда надо сокращаться. Мы запасы имеем. Поэтому я всем тоже всех призываю в это сложное время к более активным стратегиям там внутри бизнеса. Вот, коллеги, на этом такая часть вот выступления заканчивается, да. Вот большое спасибо за внимание.